Итак, мы продолжаем изучать Пертеевод. Сейчас у нас будет пятый урок, пятая мишна в первой главе Пертеевод. Делаем это мы для портала vaykra.com. Это портал, который именно для того, чтобы в коротком, современном формате нести слова Торы, знания о Боди тем, кто ищет Бога, кто хочет узнать, как вообще вся эта система работает и как правильно жить. Значит, поэтому изучайте и делитесь тем, что вам нравится. Обязательно надо распространять знания о Боди. Надо это распространять. Итак, значит, четвертая, пятая мишна сегодня. Йоси Иш Ирушалаем. Йоси Бен Ирушалаем, они получили от предыдущих поколений Тору. И вот они передавали свое знание. Значит, Йоси Бен Июзер в четвертой мишне сказал, что нужно дом сделать домом собрания для мудрецов. А Йоси Бен Ирушалаем, он сказал, что пусть будет твой дом патуах лерваха. Пусть будет твой дом вообще открыт для гостей. Да. Значит, пусть будет твой дом открыт для гостей. И пусть будут бедные твоими домочадцами. И пусть будут бедными твоими домочадцами. Можно так перевести. И пусть будут бедными твои домочадцами. Домочадцы – это твоя семья. Странная такая вещь, но сейчас мы объясним, что он имел в виду. Дальше он говорит еще более такую непонятную вещь. Это то, что он сказал. Три вещи. Значит, пусть будет твой дом открыт для гостей. И пусть будут бедные твоими домочадцами. Или пусть будут твои домочадцы бедными. И не разговаривай много с женой. Дальше в этой мишне есть продолжение. Отсюда из его слов сказали мудрецы. Значит, мудрецы, у них было качество, которое называется бина – логика. Бина – это вытаскивать вещь из вещи. Они взяли его слова. Отсюда сказали мудрецы из того, что он сказал. Каждый, кто умножает разговоры с женой. Не так, не так. Отсюда сказали мудрецы. Отсюда сказали мудрецы. Значит, они сказали отсюда. Сказали мудрецы, разъяснили его слова. Что это сказано не просто о женщине. А понятно, что не надо с женщиной разговаривать. Но даже с женой не надо разговаривать, сказали мудрецы. Вот это была их как бы идея, да, что он имел в виду жену. Тем более с женой ближнего нельзя разговаривать. И дальше они усилили свой вывод. Они сказали, коля марвеси хай маша. Они объяснили почему. Что каждый, кто умножает разговоры с женой, он что делает? Гурэмра аля отсмо. Он для себя вызывает зло. Бутель мэдиврей тора. Он в это время уходит от слов торы. И в конце он унаследует, что ад. Он попадет в ад. Представляете? Это ужасно. Это противоречит как бы всему пониманию того, как надо... Вообще сказано, что надо разговаривать с женой. А Йоси бен Йоханан, который сказал эту Мишну. Он говорит, не надо с женой разговаривать. Как это так? Надо или не надо с женой разговаривать? Давайте идем по порядку. Первое. Пусть твой дом будет открыт для людей. Для гостей. Значит, мы знаем, что первый еврей, первый, через кого вообще понятие о Богде пришло в мир, это был Авраам. И про Авраама мы знаем, что его главное качество это было гостеприимство. Хесед, милосердие. У него стоял дом на перекрестке дорог. В Торе рассказывается, как он искал гостей даже на третий день после обрезания. То есть, он именно почему-то, он очень хотел, чтобы люди заходили к нему. То есть, у него было отношение такое, любовь к людям, гостеприимство и так далее. И Йоси бен Йоханан, который сказал эту Мишну, он говорит, что это качество, оно очень важно для человека. То есть, это качество, оно, говорят, что оно продлевает дни и так далее. И как это все работает, непонятно, но есть такое, как правило, вообще одно из главных правил в Торе, что та мера, которую человек меряет, меряют ему. И Авраам, он хотел сделать счастливыми весь мир, и через него Бог начал действовать, и Бог как бы для него проявился. Потому что у него было качество вот это отдавать, это качество Бога, да. И когда у тебя качество отдавать, Хесед, вот это милосердие, беспричинное, не для того, чтобы получить, а просто отдавать. В этот момент ты попадаешь в резонанс с Богом. И он хотел отдавать всему миру. Йоси бен Йоханан, он говорит, пусть будет твой дом открыт для гостей. То есть, как бы это абсолютно, особенно в то время, когда был недостаток продуктов питания, это была абсолютно неочевидная вещь. Прямо вообще, я нашла против здравого смысла. Как открыть свой дом, чтобы перешли, у меня все съели? У нас не дом, не холодильник, а дом? Нет, именно холодильник, гостеприимство, Авраам рассказывается история, как он принимал гостей. В Торе перечислено, что он там все, замеси, он жене говорит, царе, замеси мути. И не простой мути, а хорошей мути, он ей говорит, да. Потому что женщина, кстати, вот это так и объясняет эту Мишну. Женщина, она старается сохранить свой дом. Она говорит, какие гости? Он говорит, царе, замеси мути. И не простой мути, а хорошей, самой лучшей мути. И знает, что женщина не хочет. Значит, в июне им не бетеха. И пусть будут бедные твои гости. Когда человек, он помогает людям богатым. Сказано в Мишле, что все любят человека дающего. Все любят. То есть, когда есть человек, который всем помогает. Богатым, бедным, дает подарки. То есть, его все любят. Да? Так, Иосиф Анюханан говорит, не будь таким, будь каким. Пусть будут бедные твои. То есть, помогай всем. Написано в Мишле тоже это сказано, что тот, кто помогает бедному, обездоленному, тот как будто бы дает взаймы Богу. То есть, в этом случае ты не ждешь ответа от человека, да? Но если ты выполняешь заповедь. То есть, здесь Иосиф Анюханан, он был глава раввинского суда. Санедрина, это Тора. То есть, это не то, что он съедел какую-то Иосиф Анюханан и думал, что ему сделать. Это Тора. То есть, пусть будут бедными твои домочадцы. Даже Бог говорит, проверь меня так. То есть, ты можешь проверить меня, отдавая с Маасер десятую часть от своего заработка, отдавая бедным, то ты можешь проверить, я тебе верну. То есть, он говорит, вот в этой вещи можете меня проверять. Иосиф Анюханан говорит, именно помогай бедным. Потому что, если тебе вернется от богатого, это дашь-надашь. Ты помог богатому, он помог тебе. Помогай бедным, и Бог поможет тебе. И третье, значит, А. И есть еще, объясняют это, пусть будут бедными твои домочадцы. То есть, к своим в доме относись. Воспитывай детей в строгости. И жену воспитывай в строгости. То есть, не трать на них денег. В Иоаним, в Нейбетеха, в Нейбетеха, это сыновья твоего дома, да? То есть, или к бедным относись как к сыновьям своего дома, как к своим близким. Или же к своим близким относись как к бедным. То есть, не давай им... Очень часто воспитывают детей, например, в богатых семьях, золотая молодежь. И они потом становятся наркоманами. Они потому что привыкли все получать легко. У них вот эта вот разница между хочу и имею, она практически, ну вот, очень близкая. Когда они не научились напрягаться ради того, чтобы получить то, что они хотят. И потом они в жизни хотят, чтобы все приходило легко. Удовольствие они все уже испытали, которое можно купить за деньги. Дальше им остается только наркотики. Или же вообще бесполезная жизнь, когда человек не может напрячься, не может долго работать, у него нет терпения. То есть, это страшная проблема, когда родители, которые сами росли в бедности, из-за этого они стали людьми, богатыми, настойчивыми, создали что-то в жизни. Они хотят детям обеспечить, типа, легкую жизнь, но этим они рушат своих детей. Значит, так есть объяснение этой же Мишны, что он сказал, что относиться к своим домочадцам как к бедным. Они должны приучиться зарабатывать, они должны приучиться ценить деньги, ценить, ну, простые, хорошие радости жизни. Тогда у них остается огромный запас жизни, чтобы самим достигать что-то, да? Но если ты сразу им даешь все, не заработанное, то ты им же портишь жизнь. Тоже, да, да, очень многие и так оставляют, то есть, какой-то минимум, которого хватит на образование, тем самым давая ему возможность жить и достигать. Но если ты ему сразу все дал, все, ты его лишил жизни. Теперь мы переходим к самой сложной теме этой Мишны. Вальтер Байсихай Майша, не разговаривай, не умножай разговор с женой. И мудрецы уточнили, что можно было бы подумать с женщиной, ну, тогда все понятно. С женщинами просто не болтай, но с женой разговаривай. Нет, сказали мудрецы. С женой даже, имеет он в виду, именно с женой. Тем более с женой товарища, с женой ближнего, с замужней женщиной вообще нельзя говорить. Почему? Что каждый, кто умножает разговоры с женщиной, со своей женой или с женой ближнего, он что делает? Гурэм Раали Ацмо. Он вызывает зло на себя. То есть, что отсюда видно? Что сам разговор, он злом не является. То есть, сам разговор, он Гурэм, он вызывает зло. Это очень интересная вещь такая, да? Гурэм Раали Ацмо вызывает зло на себя. Ботель Медеврей Тора. В это время он не, как бы, отступает от изучения Торы. От слов Торы. Весофой Рэш Дином. В конце он унаследует Дином. То есть, это не сразу он унаследует Дином из-за этого ад, из-за этого действия. Это все одна цепочка. Сказано, что награда за заповедь, заповедь, наказание за преступление, преступление. То есть, включается цепная реакция. Теперь, как это работает? Здесь интересно, что царь Соломон в Каэлике, он говорит, что Бог сделал человека прямым. В Эмма, они, когда он создал женщину, Бекшу, Хижбано, Травима, они начали сразу искать много разных уловок каких-то, да? Начало Торы, Бог создал Адам Решона, первого человека создал женщину. Назвал ее как Эзер Кенэгдо, помощник против него. Удостоился, говорит Раши, помощник. Не удостоился против него. То есть, женщина, она является индикатором, индикатором того, насколько правильно или неправильно живет мужчина по отношению к Богу. И если он удостоился, значит, она ему помогает. А не удостоился, она тут же, то есть, она создана ему для того, чтобы спотыкался он, если он идет по неправильной дороге. То есть, это как бы ее функциональное назначение. Теперь мы увидим из ситуации с Хавой и первым человеком Адамом, что она его действительно споткнула. Плод дерева познания добра и зла пошло через нее, да? И когда Бог спросил, как же ты мог нарушить то, что я тебе сказал? Он говорит, так это та женщина, которую ты мне дал, она мне дала. То есть, это, в принципе, из-за нее все. И, ну, то есть, это факт. Это факт. Теперь дальше. Женщина, у нее голова работает не как у мужчины. У нее абсолютно по-другому устроено мышление. У нее другой функционал мышления. И самое опасное, это разговаривать с женой ближнего. То есть, тут ты впадаешь вообще в очень, прямо в минное поле. Конкретно минное поле, которое может тебя привести, не дай Бог, к прелюбодеянию. То есть, замужняя женщина, это страшная вещь. Которая может тебя привести к ревности ее мужа, что естественная вещь. И он может потом, ну, и так далее. Значит, интересно, я не знаю точно, факт это или не факт. Я слышал эту историю. Что в России был, один из самых богатых евреев в России был, его звали Тельман, по-моему, не помню сейчас фамилию, Исмаилов. Ну, он был из бухарских евреев. Его сейчас нет в Москве уже, да. У него был чертизовский рынок, у него был ресторан «Прага». Он был супер, он построил за практически миллиард долларов инвестиций, он построил гостиницу в Турции, которую назвал «Честь папы». То есть, уважение к родителям. Он был, ну, по-моему, он был самый богатый еврей на то время в России. Теперь вдруг у него все это теряется. Закрывают в один день, закрывают чертизовский рынок. Просто закрывают, главный его актив, который приносил ему все деньги, закрывают. Суды, ресторан «Прага» стоит закрытый до сих пор. То есть, и у него полностью весь бизнес закрывает. Я слышал, что это произошло потому, что он разговаривал с женой Владимира Владимировича. И что-то он как-то не так сказал, не так сделал, не так на него посмотрел, не так на него посмотрел. То есть, он, ну, повелся, что вся история была из-за жены. Я не знаю, но я слышал это из разных источников. Даже если это так, это полностью подтверждает Мишну. Если это не так, то есть множество других подтверждений, когда из-за разговоров с женщиной, люди с женой ближнего, люди теряли голову, деньги, богатство, жизнь, свою семью и так далее. Теперь, почему нельзя со своей женой разговаривать? Потому что жена, она, значит, почему нельзя со своей женой разговаривать? Разговаривать можно, много разговаривать нельзя. Много разговаривать с ней нельзя. Значит, здесь, опять же, если мы посмотрим, нужно все рассматривать в контексте, в цельном контексте. Что он сказал? «Пусть будет твой дом открыт для гостей». Какая жена любит, чтобы муж возвращался с друганами домой? Ну, реально. То есть, если ты будешь ее об этом спрашивать, разговаривать, она скажет, послушай, ну что, Кемес, со мной не с ним поговорить, дети, ты должен там то сделать, это сделать. То есть, пусть будет дом открыт для гостей, пусть будут бедными твои домочадцы. Если ты придешь с улицы с бомжами, жена обрадуется? А если ты ей скажешь, послушай, дорогая, ты что-то стала много денег тратить? Она тоже не обрадуется. То есть, как бы мы не понимали вторую часть смешной, все равно с женой проблемы. И третье, не разговаривай много с женой. То есть, ты как бы на эту тему много не должен разговаривать с женой, уже пришел, пришел. И как раз есть разговор Авраама и Сары здесь, когда он ей говорит, замеси мути для гостей. И дальше идет уточнение, хорошая мути. Потому что она хотела какой мути замесить похуже, а он говорит, нет, хорошая мути. Это как бы суть женщины, она все тащит в дом. Мужчина, он, ну, у него есть вот это вот качество общения с внешним миром, а женщина, она дом-дети. То есть, она как бы, ее, вся ее сущность женская, это родить и вырастить детей, и защитить свой дом, своих детей, вот посягательств других людей, женщин. Мужчина, наоборот, внешне менять мир, внешняя деятельность там и так далее. Это как первая причина, почему нельзя разговаривать много с женщиной. Вторая причина. Если мы посмотрим на весь путь, первый человек, Адам решен, да, от чего у него начались проблемы. Хава, да, она со змеем начала беседовать, и потом она ему говорит, давай, скушай от этого дерева. А, в общем, каким-то образом он скушал. Дальше. Авраам, Авину и Сара и Мену. Авраам про отец наш и Сара наша про мать. Значит, Бог ему пообещал, что у тебя будет потомство. Пообещал. Он сам лично хотел жениться на Агаре, там, на этой, какой-нибудь, не хотел. То есть, если бы Сара и Мену, она подождала бы, Бог выполняет все свои обещания. То есть, был бы ребенок, был бы по-любому. Если Бог пообещал Аврааму, что будет ребенок, будет потомство, было бы. Значит, если бы она ему Агаре не подсунула, был бы у него ребенок Ицхак, был бы по-любому. Значит, инициатива ее была с Ишмаэлем, была. Плохо она закончилась, плохо. Реально она закончилась плохо. Дальше. Ицхак, Авину и Ривка, Имену. Да? Наша праматерь Ицхак, пророк. Значит, Ицхак, он был пророк. Был пророк. Он был сын Авраама. Был сын Авраама. Он кого хотел благословить? Исава. Почему? Малбин объясняет, у него был очень четкий расчет. У него была полная комбинация, полная схема создать. Он знал, что у него было благословение у самого и на богатство, и на духовность. И в этом случае, что он получал от других людей? Написано в предыдущем отрывке до благословения, его ненавидели все. Почему? Он был и богатый, и духовный. Ему во всем везло, его все не любили. Он хотел разделить между своими сыновьями эти две функции. Он хотел сделать Якова человеком духовным, который занимается только духовным миром. И у него была бы высшая духовность. Исава он хотел сделать человеком богатым, который занимался бы материальным миром, но без духовности. И они, как два родных брата, у них была бы взаимозаменяемая система. Исав помогал бы Якову. Яков служил бы Богу, и была бы очень хорошая система. Этот богатый, но бездуховный. Этот духовный, но не богатый. Они друг друга взаимодополняют. У того есть Алама Бага грядущий мир. Духовный человек, он работает ради духовного мира. Тот, кто помогает духовным людям, отдавая им десятый час своих денег, например, Он как Звулунный Сахар. Вот он хотел выстроить систему, как и Сахар и Звулунный. Взаимный такой взаимодополняющий мир. Что сделала Ривка? Нет, она говорит, я хочу по-другому. И она сделала, не советуясь с ним, не переубеждая его. Она выстроила всю систему, выстроила так, как выстроила. То есть Бог, он написано, что тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. И Бог, он подтверждает. То есть он говорит, хорошо, хочешь идти по этому пути, идем по этому пути, но уже будем по нему идти, все равно я управляю. Но путь выбирает сам человек. Если бы они выбрали на тот момент другой путь, было бы по-другому. Дальше я не буду продолжать, у нас занятие 18 минут. Значит, еще раз давайте сделаем вывод, какой. Первое, что гемилутка садим, пусть будет дом твой открыт для гостей. Второе, значит, нужно к гостям относиться как к гостям. То есть Бог сказал выполнять заповедь гостеприимства, значит, даже если они бедные, к ним надо относиться как к гостям. Третье, и не разговаривает много женщины. Потому что, в принципе, разговаривать надо с Торой, с мудрецами Торы, с мужчинами, а женщине надо сообщать, сообщать выводы из своих разговоров. И написано, что в вопросах быта, в вопросах дома с ней надо советоваться, в духовных вопросах не надо советоваться. То есть мужчина, он, женщина, должен советоваться в женских вопросах, да. Там, где она понимает, надо с ней советоваться. В духовных вопросах у нее взгляд другой на мир. Все, при этом мы очень любим женщин, уважаем, женщины это матери, особенно матерей мы уважаем, мы любим и женщин, и жен, и дочерей, и всех, мы всех женщин любим, это просто каждый должен знать точно свое место в этом мире, свои обязанности в этом мире и действовать правильно. Как действовать правильно, мы можем узнать только из Торы, потому что тот, кто создал мир, дал нам Тору, и мы, значит, из Торы узнаем, как правильно действовать в этом мире. Все, до следующего рота.